Главное уехать подальше от дома и следовать указателю. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Решила я расширить радиус поиска сокровищ и уехала за 120 километров от дома. Продавец этого стала молодая девушка. И, похоже, все это из собственного дома. Но больше всего мне здесь понравились вот эти желтые кожаные чемоданы. Эта тетенька тоже ничего такая симпатичная. Вещички времен ГДР, украшения и карты игральные. Надо обязательно глянуть. Но нет, все это не то. Даже цветы вынесли. Этот сундучок уже интересный. У меня теперь дома тоже целый сундучок виндажных брошек накопился. Это похоже на что-то египетское. И даже есть маркировка. Это зажим для платка. А тут под ковриком брошка. А нет, тоже для платка и с первого мутра. Барахолка не очень большая и не очень богатая пока. Так часто бывает. Сначала разочарование, а потом находятся такие сокровища, что дух захватывает. Очень похоже на Англию или на Польшу. Но ни то и ни другое. Вот такой графин или бутылка, можно сказать. Возможно, даже дизайнерская вещь. Всегда надо смотреть дно на наличие надписи и состояние его должно быть гладким и без царапин. Это значит качество изделия. И кувшин по расцветке очень подходит графину. Я уже два раза за что-то спинаюсь. Рассмотреть надо, что это такое. Картины. Но не очень старые. Еще украшения. Покажу, знаю, очень многие интересуются. Это крест какой-то. Смотрите, такого я еще не видела. Еще брошка. Заколка очень симпатичная в виде сердечек. Такая брошка из цветных стразов разных размеров и форм. Этот значок в форме калачей называется Бритцель. Оловянные ложки. Не поняла, что там изображено. Смотрите-ка, любовная сценка. Какая-то маркировочка тоже стоит. Интересные ложки и форма абсолютно круглая. Для сыпучих приправ набор в хорошем и чисто блестящем состоянии. Ой, самовар с черепахой. Это похоже на рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку, лопатый. Хочу же я не про лопату, а про тарелку. Зайцы прочь. Красивая тарелочка. Чья же она родом. Она без клема. И вот это под торт симпатичная. Так, ладно, будем дальше искать. Это готовый стеллаж. Бери, неси и вешай на стену. С миниатюрками. Моя свекровь тоже собирает. И меня хотела приучить. Но я не поддалась, друзья. Ой, что ж так холодно-то? Лошадь. Что ж так холодно? Очень симпатично. У меня тоже теперь есть такая же. Мне муж купил. Очень холодно. А я в платьишке в летнем. Такие фигурки гномов ставят на участках перед домом. Тройка из прорезного фарфора. Очень на шум он похож. Но это форма Малин Батт Ингресс Вайс. Очень хороший качественный фарфор. У зайца что-то с глазами странное. Ему, наверное, тоже холодно. Рюмочки очень симпатичные. Янтарного цвета. И ножка. Как плодоножка. Цветочка. К этой троечке надо прицениться. Это лучшее, что здесь на этом столе. И цветы мне эти нравятся. Ксилография. Выполненные. Посмотрите, что я нашла. Это чудо. Art Deco. Это Weimar. Вернее, Carstens. Я думаю, это редкая вещь от Weimar тех времен. И подобную тройку я видела на ebay за 75 евро. Еще я смотрю передачу по немецкому телевидению, где специалисты оценивают и определяют происхождение подобных вещей. Так там одна молодая пара принесла шкатулку от Weimar. Тоже 20-х годов. Art Deco. И специалисты, доктора и профессора сказали, что это редкость. Очень интересная бадмонерка. Кобальт с желтыми цветами. Ну-ка, мне даже интересно, кто автор. Ничего себе. Это Беншлетин. И такие кобальтовые изделия этой мануфактуры очень ценятся. Они не очень редкие, но не часто встречаются, скажу я вам. Это не похоже на книгу. Какие-то иллюстрации про охоту. Написано, охота на погремушку вот на этого зверя в Курлянде. Еще бы понимать, что это все значит. А это какая красота. Полный каталог с птицами. Попугаи заграничные написаны. Какие они бывают. Мне Белый очень нравится. Говорят, они своим клювом свои клетки на запчасти разбирают. Это похоже на какую-то сатиру, судя по картинке. Да, какие-то анекдотики с картинками. Кружка без крышки. Вымпел. Посмотрите-ка. Я уже кое-что купила интересное. Но не могу мимо таких коробок пройти. Вдруг клад. Да и вообще для общего развития. И какая-то дощечка. Это достойное место в музее ГДР. 1982 год. Здесь все приколочено. Нет. Можно рассматривать. Брошка с птичками. Прям вижу ее на блузе под воротничком. Очень элегантно. Здесь уже торгуют профи. Это все для коллекционеров. Под сигар. Возможно, даже серебряный. Люблю такие столы рассматривать. Хотя в этом я ничегошеньки не понимаю. Но для того, чтобы хоть что-то начать понимать, я их и рассматриваю. Кока-кола дипломат. Я помню, училась уже в старших классах. И многие мои одноклассники 1 сентября пришли с дипломатами. У меня был рыжий. Здесь тоже не менее интересно. Кому не интересно, можете перемотать. Но я краем глаза уже вижу, как один мужчина разгружает коробочки из машины. Так, откуда такая игрушка интересная? Непонятно, что за инструмент на нем вихит. Я сегодня постоянно за что-то запинаюсь. Ставят такие коробки прям под ноги. Карты преферанс. Достаточно винтажные. Это древний молочник. Юген стиль. Конечно же, без клема. Декорирован очень красивыми грилянтами из цветов. А это декоративные цветочки, но материал какой-то странный. Я не знаю, что это такое. Такие часики алкогольные я помню. Я этот стол, по-моему, где-то уже видела. Что это такое, я даже предположить боюсь. Какая-то восточная штука с иероглифами. Бабочки разукрашены, звенят колокольчики и, наверное, кого-то отгоняют. Или наоборот, привлекают. Это богемское стекло. Кобальтового цвета. Ручная роспись, конечно же. И вон там тоже кобальт. И, по-моему, это... Да, конечно же, это Ройль КПМ Бавария. И типичный декор и форма. Окинем все прощально взглядом, друзья. И двинем уже дальше. Потому что здесь можно надолго застрять. Все-таки я зацепилась еще на этом столе за эту брошку. Вот такая звезда морская. В очень хорошем состоянии и исполнении, как живая. Ее почистить, конечно же, надо. И вот такие барбариски на тоненьких колечках. Это Эдельвайс, цветок. Украшения для национальной одежды. Кто разбирается в украшениях таких, расскажите, что здесь есть интересного. Я не сильно в этом разбираюсь. Верю только глазам своим, что это красиво. Это розовый кварц подвеска. А это зеленая звезда, падающая, похожая на нефрит. Это я знаю, что за камень. И это какой-то жучок. Нашла такие интересные крючки в виде какой-то мифологической змеи. Всегда что-то можно найти для дома интересное. И такая коробка с пупсами. У меня таких не было. Я, по правде говоря, не помню, какие они были пупсы моего детства. Но что они у меня были, я точно помню. Шляпы такие украшают натуральным кистями из оленевого меха. Цветочки даже в ход идут. Здесь какое-то народное творчество с элементом матрешки. Но явно не наша матрешка заграничная. Написано нахмуренная. Какая же она нахмуренная? Это ее натуральный вид. Это уже наша рябинка. Ладно, пошли к соседям. Они уже все выгрузили. И уже все готово. Про эти коробки я вам говорила. Их только что выгрузили. И они еще не тронутые. Посмотрите, прекрасную чашку я уже нашла. И не менее прекрасная трио. Очень симпатичная. Это мантфактура Триптиз. 50-60-е годы. А вот остальное все зажато тяжелым хрусталем. И здесь надо очень аккуратно производить раскопки. Так. О нет. С другого бока подлезть. Эта вазочка очень похожа на изделие от Вальтер Глаз. Матовое и прозрачное стекло. Так, нет, друзья. Надо отключиться. Извините меня. Я на минуточку. Покажу вам вот такие тяжелые вещи. Но очень красивые. Это набор. Бонбоньерка. Фруктовница. И вот какой-то стеклянный очень тяжелый подсвечник. И это все лежало. Зажало эту потрясающую тройку. Посмотрите. Слоновая кость и оранжевый цвет. Я очень люблю это сочетание. И я ее выкупаю отсюда. Я ее вызволяю отсюда. Коробочки обещают быть очень интересными. Собака керамическая. И посмотрите. Тут же кофейник в стиле Майсон. Ну-ка, кто посмел. Ничего не указано. Даже не могу предположить, кто автор. Маховая роза. Тут же декор. И чье клемо-то хоть покажите. Тоже без клема. Повезло этому кофейнику. Сохранилась крышка. Нет. Не ему повезло. Кому-то другому. Так, что здесь еще интересного. Соусник. Я думаю, это или Польша, или Чехия. Чехословатия, вернее. Была в те времена. Эти тарелочки на розенталь похожи. Но это, конечно же, не он. Странно. Хотя качество фарфора очень даже хорошее. И этим, видно, никто не пользовался. Целый набор или сервис. Это десертный набор. Большие тарелки и поменьше. Один в один изготовлено с известных мануфактур. Я думаю, ощущение такое, что эти заготовки белые были где-то закуплены на известных мануфактурах. А затем декорированы в каких-то художественных мастерских. И очень даже мастерские. И даже чашечки есть. Посмотрите. Целый набор. В этой коробке уже не все такое интересное. И здесь тоже. Хотя все в прекрасном состоянии. Видно, никто этим не пользовался. И можно брать хороший комплект или сервис. Кстати, очень удобно, кто переехал только что, все это закупить. А тем временем не подкидывают работку с сокровищами. Мужчина так все бережно расставляет. И мы с ним уже договорились о хороших ценах. Вот уже тарелки хорошие. Зельтман Вайден. А это специально посуда для кофепития от кофейной компании Мелита. Но она не очень ценится, эта посуда. Кружечка, как из нашей пивнушки рюмочной. Вот эта красивая, конечно, но, похоже, одинокая. Так, может, что найдется? Конечно, найдется. Все, что угодно. Но все не то, что нужно, к сожалению. Хендель Бавария. Все в золоте с ног до головы. Про такую мотопактуру я даже и слыхала. Не слыхивала. Эта чашечка похожа очень даже на мою посуду. Гапрированная бумага прям из моего детства. Прямиком. Вы только оцените, что здесь просто так валяется. Бокалы, ромеры. Надо их выуживать отсюда срочно. Пока другие выуживальщики не заметили, что я тут выуживаю. Этикеточки есть. Это ручная работа написана. Очень красивые цвета такие насыщенные. Вот такой молочник. Это манфактура Сарау. До военное время. И я его усыновляю. То есть едет он со мной домой. Эти фарфоровые штуки. Очень любимый здесь Германия. В нее ставится свечка. Сверху ставится чайный кувшинчик. И таким образом поддерживается температура. Что-то керамическое. А это мини-фарфоровая вазочка. От Фюстенберг. Это уже бинго. Индийский синий. Но без клема. Я заметила, что на подсвечниках чаще всего оно не ставится. Ух, еще одна мини-вазочка. Так, занимательная коробочка. Положим пока здесь. Так, еще одна прекрасная вазочка от манфактуры Краутхейн. С очень симпатичным, типичным ботаническим мотивом. На каждый палец по вазочке спрячу пока. Там что-то совсем не мини, но очень интересное. Кувшин керамический. Надо рассмотреть, вдруг это дизайнерская вещь. Это тоже мне не совсем понятно. То ли ножка от стола, то ли подсвечник. Так, вот это бы блюдо откопать. Но пока вот это. То, что лежит на поверхности. Оскар Шалер. И это прекрасное блюдо. И блюдо по торт. Очень тяжелое. О, хорошее качество. Эта посуда здесь разбросана по всем коробкам. Неизвестного оно происхождения. Подозрительного происхождения. Может, польское или чешское. Качество неплохое. А вот еще ромеры. Бокалы под вино. Надо их быстренько раскапывать. Тут одна женщина чуть у меня не увела мои находки. Они стоят в стороне. И я уже за них поторговалась. Практически они у меня в кармане лежат. А эта женщина цак и говорит. Отдайте мне это все. В смысле отдайте, говорю. Вставайте в 5 утра. Приезжайте, и самое первое. И ищите. И будет вам счастье. Она пошла к продавцу. И что-то там шептала ему на ухо. И показывала пальцем в мою сторону. Но продавец на нее так посмотрел, что она быстро от него отстала. Так, здесь еще бокалы. Вот такие есть. Но мне они что-то не очень. Тихо. Здесь тоже целая коробка. Форма мануфактуры шума. Но без клема. Книги. Ах, это полное собрание музыкальных пластинок. И паутина. У меня чуть инфаркт не случился. Смотрите, что я нашла. Это Херин. Болялась здесь же в какой-то коробке. Мимо этого все проходили. И никто не заметил. Это невероятно. Ваза Ройель Бавария КПМ. Интересный цвет бирюзовый и золото. Вот эта ваза очень интересная. Керамика. Но к ней что-то приросло. Так, надо это отделить. Отделить это не получилось. Значит, это любовь. Видите, даже сердца горят на всю Ивановскую. Но ваза очень хорошая. Минтажная. Но мыла у меня с собой нет. А без него они не расстанутся. Домино. С рекламой банка. С паркаса, по-моему, называется. Очень ценится домино военного времени. Куклы-куклёшки. Целая коллекция. А здесь вы посмотрите сервиз. Два. Это Мейлер Тайх. С очень нежным цветочным декором. И еще вот такой с кобальтом. Правда, его здесь по две извилины на каждом предмете. Молочник хорошенький. А этот сервиз Польша. Ходиш. Так вроде правильно произносится. Если мне не изминает память. О памяти у меня названия совершенно нет. Чаша стекло красивого аметистого цвета. Всегда думаю, как жаль. Эти сервизы растащат по частям. Или перебьют здесь все. Целая коробка бокалов. Похоже на какие-то иллюстрации к детским книгам. И еще одна лягушка-путешественница. Готова, видно, к путешествию. А девочка наставляет, как правильно себя вести. Воздух земля. Земля-воздух. Открытки и рамки. У нас тоже в подвале целый коробок рамок. И все такие же. Загружаю первую партию моих находок. Спасибо вам огромное, друзья, за внимание. Продолжение следует. В следующей серии будет много чего еще интересного. Всех обнимаю, ваша Лена.